Еще раз, можно чуть-чуть погромче? А, я думаю, говорите мне о своей цензуре. Ну, в данном случае, это не моей бумаги, а вы, да, нам еще три конкретные и адекватные вопросы сможете реализовать на лучшую элементу, задачу тоже. Вот, ну, если высказываться относительно моего, если высказываться к данному вопросу достаточно четко, то, как и любой механизм, цензура необходима, но в определенном размере. Потому что, вы сами прекрасно понимаете, если тоталитарно запрещает все, то ничего не останется. Поэтому должен быть жесткий механизм, как выведение социальной сети из угрозы риска. Какая тензура вы произошли? Что конкретно? Нельзя. Мат. Вы знаете, ничего не так, где вы делаете. Ну, то слова-то. Ну, на мой взгляд, если рассматривать, например, высказывания, тем же представители и сетях, то высказывания, направленные на правдивность, на углубление межкультурных взаимоотношений, на межрасовых и стремонационных характерах, они крайне нежелательны. Это, если мягко сказать, то есть... Уголовный кодекс, да. Да, то есть для того, чтобы в социальных сетях мы смогли четко реализовать постулаты объединения людей в единое целое, а не раздробление, не расизм, не усугубление определенных нравственных, моральных порогов. Поэтому в данном случае, если правильно и структурно выстраивать цензуру и цензуру внутри социальных сетей, то можно в первую очередь освободить их от засилия насилия, в первую очередь, именно морально-психологически. Поэтому на мой взгляд, с этим мы можем бороться. Еще один короткий вопрос, если не можно, вот в России, вот интересно просто, если журналистки расследовали, вот эти вот, как вообще, правильно, как эти вот, вы, как специальные журналисты? То есть, если человек имеет доступ к первоисточникам, то первоочерепной информацией он может четко устроить последовательность событий. То же самое, как личинно-следственная связь. Если человек не имеет возможности выстроить четко обоснованную личинно-следственную связь, он ориентируется на домыслы и предположения. Да, я прекрасно понимаю, что Шерлот Комбинс и, скажем так, характер Шерлот Комбинса превалируют. Два многих журналистов, которые догадываются, додумывают и пытаются выстроить то, что не видно, и то, что остается за кризисами. Да, это хорошо, это замечательно, это прекрасно, но если эту информацию преподносить людям, то она должна быть проверена на фактах. Если есть факт, четко описывающий происходящие события, то из этих фактов можно выстроить личинно-следственную связь. По-другому я считаю, что это безответственно. Еще какие-то вопросы, какие-то комментарии? Просто интересно, если общество не реагирует, скажем так, на дискороскетные люди, даже повысить интеллект, чтобы люди понимали, что бедных затрагивает каждого. Почему такая фактика будет? На мой взгляд, население мегаполисов настолько асоциализировано, что они в первую очередь заботятся о своих внутренних интересах и потребностях, и лишь во вторую очередь воспринимают информацию о поступающей истине. Как Вы прекрасно понимаете, здесь очень глубокая проблема выведения восприятия, то есть сознания человека на круглый уровень восприятия целого, а не частного. Если ориентируется на ученство, то, к сожалению, далеко не каждый может воспринять в общее. А если ориентируясь на то, о чем Вы сказали, Ваш контекст является частью общего, но не вписывающейся в миросвольство и сознание большинства жителей мегаполисов, я уж не говорю про обычных граждан, которые даже практически не читают, свой мирок, своя жизнь, свои взаимоотношения между близкими, родными, друзьями и прочими коллегами, то основная и главная задача – это вывести сознание людей на будущее, чем, в принципе, сейчас многие занимаются. Показать, что целостность восприятия ситуации отражается в большей степени на улучшении восприятия пространства вокруг каждого конкретного индивидуума, чем на усугубление его задачи, роли и миссии в текущем развитии социума. А многие этим занимаются, как много? Это многие – это индивидуумы, люди, сами. Это нельзя навязать изднею. Это нужно лишь взрастить изнутри. Многие люди, которые осознают, что целостная деятельность у вас помогает им в социальной жизни, в взаимодействии с окружающими людьми, они практикуют, стараются и при этом пытаются охватить как можно больше информации для получения комплексных картин и мира, направленных на улучшение жизненных условий и достижения поставленных целей более эффективного улучшения. Это навязать невозможно. Там уже каждый из каких-либо человек внутри себя взрастить в течение какого-то определенного времени. Да. Потому что нет. Люди не сказали, что в своем близке. А если он не будет стадаться, ну, выйти из него, если какая-то подаваемая информация будет, когда здесь воздушение будет? Где-то информация, что? Будет удачить воздушение, вот его привычка, уже привычка к условиям, которые вы живете. Ну, вы же прекрасно понимаете, только проблема, когда человек, она самосовершенствует. Если человек находится в тихой каком курсе и не готов к большим просторам, к большому океану, то он так и останется в тихой курсе. Потому что, в первую очередь, нужно ориентироваться на будущее. А будущее – это только там, где происходят какие-то конфликты, какие-то трансформации. Конфликт – это как фактор продвижения. Если человек не готов к новым горизонтам, если человек не готов к новому восприятию действительности, если он не готов адаптировать свое мышление к появляющимся событиям, как социальной жизни, культурной жизни, он так и останется внутри своего мира. Уперед, через трансформацию, через желание себя изменить, в первую очередь, он может адаптивно относиться к происходящим событиям.